Привет Сойерам, заглянувшим на мой огонек. Сегодня поговорим про правильное ревью кода. Вообще тема интересная, потому что ревью кода это практика, которая везде рекомендуется, но если вы спросите, зачем внедрить ревью кода в наш проект, то стандартным ответом будет для улучшения кодовой базы. Но на самом деле улучшение кодовой базы это не единственное и, наверное, не самое главное следствие ревью кода. В первую очередь я хочу поговорить о том, что я вижу полезного в этом процессе. И начать мне хочется с эффекта наблюдателя. Все мы разработчики, все мы люди, и мы знаем, что когда на наш код смотрят другие коллеги, нам хочется, чтобы он выглядел чуть лучше. И мы тратим на это чуть больше времени, продумываем его, делаем какие-то более ясные, понятные конструкции, которые нашим коллегам будет проще читать. Именно сам факт того, что наш код будут смотреть, его будут оценивать, уже заставляет нас мобилизоваться. Естественно, это работает только в том случае, если мы уверены, что наш код будет смотреть. Если мы знаем, что наш код будет смотреть формально, по диагонали, то это перестает работать мгновенно. Но когда есть ревью, честный ревью, когда каждую строчку вашего кода прочитает и выскажет свое мнение или замечание, то это работает просто на ура. И здесь стоит отметить, что в open source этот эффект наблюдается лучше всего. Когда есть популярные библиотеки, смотришь на их код, он просто заметно лучше, чем код непопулярной библиотеки. Я в конце вам приведу пример, вы сразу это почувствуете. Поэтому эффект наблюдателя – это, пожалуй, самое важное. К сожалению, какое угодно хорошее ревью не заменит самого разработчика. Если разработчик будет более ответственно и внимательно относиться к коду, это всегда будет лучше, чем десяток ревьюеров, которые досконально его посмотрят. Потому что погружение в код глубже всего делает сам разработчик. Поэтому эффект наблюдателя, на мой взгляд, это самое важное и значимое следствие из ревью кода. Следующее – это погружение в код команды. Когда вы пишете свой код, вы не всегда знаете, что делают другие разработчики. И чтобы понять, что они делают, вам нужно посмотреть на их код. Возможно, часть их решений можно переиспользовать в ваших задачах. Возможно, они делают какие-то модифицированные решения, которые вообще должны использоваться во всем проекте. Поэтому вот такой обмен знаниями в рамках ревью – это, наверное, самое простое и эффективное. Особенно, если вы правильно делаете ревью, о чем мы поговорим дальше. Поэтому погружение в код команды – это еще одно следствие ревью, которое не влияет непосредственно на кодовую базу, но влияет на то, как разработчики видят проект, его чувствуют. И сюда входят, например, различные сокращения предметной области, либо какие-то другие функции, которые внедряются в ваш проект, фичи, которые внедряются, стандарты, которые вы используете. Все это легко шарится именно через код. Вообще, я считаю, что код – это универсальная документация, и я не один так считаю. И умение читать код – это номер один для любого инженера, для любого соера, скажем так. Ну и еще улучшение кодовой базы. Конечно, если вы делаете ревью кода, и даже если у вас есть одно на 100 замечаний, которое было осмысленным, глубоким и хорошим, это делает ваш код лучше. Если этих замечаний больше, это делает еще больше его хорошим. Поэтому улучшение кодовой базы – это цель ревью, это то, что можно продать бизнесу и объяснить, зачем это надо. Это не совсем выгодно, может быть, с позиции часов, то есть люди тратят время, которое оплачивается работодателям, но с позиции именно качества кодовой базы, если ревью делается правильно и честно, это делает очень хорошую услугу для будущего сопровождения кода, развития и так далее. Поэтому улучшение кодовой базы, конечно, это значимый пункт в этом списке. И еще обучение на коде коллег. Особенно актуально, когда в команду приходят новые люди, либо новички, которые хотят выработать свой стиль, свое понимание программирования и так далее. Код – и лучший учитель, и лучший рассказчик. Люди, которые работают с кодом, учатся формулировать свои мысли и смотрят, как другие люди формулируют свои мысли при ревью кода, учатся эффективнее. Поэтому ревью очень хорошо помогает погрузиться в проект новичкам и научиться, да, то есть научиться на коде коллег, особенно если коллеги реально сильнее в программировании, чем вы сами. Это здорово. Вот эти четыре пункта, на мой взгляд, офигенный бонус для использования ревью кода в команде. Но возникает вопрос, как, собственно говоря, проводить это самое ревью, на что обратить внимание. Здесь я тоже выделил несколько пунктов, и самое важное – это, конечно, выработать требования к ревью. Особенно если у вас в команде есть какой-то опытный разработчик, который, что называется, многое видел в своей жизни, он может сформулировать не только код стайл, который, безусловно, должен быть в проекте, но и общие требования. На что обращаем внимание, что важно, что не важно, нужно приоритеты расставить и также сами пометки в рамках ревью. То есть вы можете в комментариях ставить пометки, какие-то хэштеги, которые будут иметь значение именно в контексте обсуждения. Обязательные, необязательные, важные вопросы – все это можно помечать для того, чтобы понять именно оценку ревьюера по отношению кода, что он ожидает, какую реакцию он ожидает на свой комментарий, свое замечание, либо совет. Поэтому выработать требования, понять, что вы хотите от ревью – это первое и самое важное. Желательно это зафиксировать в виде короткой справки, и можно сделать даже частью вашего репозитория, чтобы каждый мог понять, что там в ревью от него хотят. Дальше. В ревью желательно включать всех членов команды. Здесь я долго думал, делать оговорку или нет. На самом деле я не считаю, что всегда и везде стоит включать в ревью всех членов команды. Есть ситуации, например, при ревью кода на безопасность, на надежность, на устойчивость, в общем, на ревью, связанные с какими-то серьезными, важными свойствами кода, который потом пойдет в какую-то бизнес-область а-ля финтех, медицина и так далее, туда привлекать всех или не всех – это вопрос. Ну, всех привлекать с позиции обучения членов команды. То есть понятно, что новичок, придя в такую задачу, должен сначала посмотреть, что другие делают, как это делают, ревью и так далее. И с позиции того, что он принесет что-то, ну, никто не будет этого ожидать. Поэтому с этой позиции, да, можно включить всех. Но если нам нужно эффективное, быстрое ревью по узкому спектру вопросов, то, конечно, в такое ревью включаются не все члены команды, а те, которые компетентны именно в этом спектре вопросов. Но если мы берем в общем случае именно с позиции четырех первых пунктов, зачем все это делать, конечно, все члены команды должны быть включены в ревью как зрители, как минимум. То есть они должны видеть и воспринимать, что делают другие члены команды. Как комментаторы, как именно ревьюеры, возможно, и нет. Возможно, не сразу, возможно, постепенно. Но, тем не менее, именно все члены команды должны так или иначе иметь возможность участвовать в ревью кодов. Это важный, сложный момент. Бывает, понятно, не легко всех объединить и заставить работать, или заставить работать. Нет, просто даже объяснить, что ты можешь зайти и посмотреть, даже если это не твоя непосредственная обязанность, чтобы понять, что если у тебя есть свободное время, если у тебя есть желание, зайди, посмотри, что там делают другие твои коллеги. То есть не должно быть ограничений по ревью внутри команды и ограничений, что вот ты можешь сделать ревью, а ты не можешь. Ты можешь смотреть, ты нет. Все должны быть вовлечены, каждый в меру своих сил и возможностей. Это, мне кажется, важно. Дальше. Ревью сложно делать на больших кусках кода, поэтому ваш процесс разработки должен быть подчинен небольшим шагам вперед. Это должны быть небольшие регулярные коммиты, каждый из коммитов, который, прежде чем попадать в основную ветку, попадает на ревью, и ревью проходит через несколько человек, которые ставят свой аппрув. Это важно, потому что если вам прилетит на ревью здоровенный кусок кода, фича размером со слона, никто ее серьезно не посмотрит. Посмотрит по диагонали в лучшем случае. Это лишает смысла, всякого смысла, и те эффекты, о которых мы говорили в самом начале, и вообще смысл в ревью, потому что большой кусок кода вы нормально не отревьюете. Дальше. Не надо делать работу за компьютер. Компьютер может замечательно проверять ваши стайл-гайды в разумных пределах, и только где-то какие-то семантические сложные вещи он не может делать пока что, по крайней мере. Поэтому, если что-то можно автоматизировать, это должно быть автоматизировано. Никто не должен проверять ваш код на те вещи, которые может проверить компьютер. Поэтому обязательно автоматизируем. Дальше. Есть такое мнение, что ревью – это, в общем-то, такая ультимативная форма изменения кода. На самом деле, ревью – это совет. И мне кажется, самое важное вообще построить такую атмосферу вокруг ревью, что здесь просто несколько человек высказывают свои мысли, которые носят просто такой характер советов. И вы можете сказать, было бы неплохо, мне кажется, будет лучше и так далее. То есть именно как бы вы посоветовали своим друзьям и коллегам сделать код лучше. А они могут, в свою очередь, отказаться от этого. Они несут ответственность за код, они несут ответственность за ту рабочую деятельность, которую они занимают в соответствии со своей должностью. Их взяли на работу, их проверили в испытаниях при приеме на работу. Не стоит их принижать или как-то забирать их зону ответственности на себя. Никаких приказов на ревью быть не должно. Даже если вы супер-пупер главный разработчик, вы лишь советуете и высказываете свое мнение. Если идут какие-то регулярные притирки, вы не можете договориться с членами команды, это должно решаться коллективно. Но написать, что я сказал, ты сделал, это лучший способ потерять и члена команды, и просто испортить весь процесс ревью в ноль. Поэтому даем советы, но не раздаем приказы. И важно еще помнить, и всем об этом постоянно напоминать, и формулировать свои мысли так, что ревью проходит не автор. Вы оцениваете ни качество программиста, ни его прошлый опыт, ни его знания. Вы оцениваете конкретный код с позиции того, как этот код можно сделать лучше. Все. Никакого личного и оскорбительного контекста у того, что вы пишете в ревью, быть не должно. И самое важное, что вы должны держать в голове, нельзя сделать идеальный ревью кода, так же, как нельзя написать идеальный код. Важно сделать хотя бы один маленький шаг в сторону улучшения. Если вы сегодня сделали шаг в сторону улучшения, завтра сделали шаг в сторону улучшения, даже эти небольшие шаги позволят в целом за какой-то промежуток времени улучшить проект. Все дело в том, что как только из ревью пытаются сделать полноценный этап, который будет проводиться долго, нудно и серьезно, он сразу теряет свою эффективность. Ревью – это быстрый просмотр, быстрое понимание, кстати, мы сейчас поговорим, на что обратить внимание, и максимально ненагружающая вещь для коллег. То есть это на уровне курилки, скажем так, если вы в курилке спросите, слушай, Вася, а как мне сделать лучше вот ту или иную фичу, а он вам также ответит, это вот что-то из серии ревью. По крайней мере, раньше были даже такие исследования, что курящие программисты делают гораздо лучше код, потому что такие маленькие советы улучшают их. Вот это лучше заменить на ревью. Курение вредит здоровью, и вообще с этим лучше не злоупотреблять. Отлично. Как проводить, я надеюсь, понятно. То есть быстрые, короткие, частые ревью, желательно ежедневные, желательно перед началом рабочего дня провести код ревью своих коллег и двинуться дальше, не переходить на личности, максимально концентрироваться на качестве именно кода и на том, что вы посчитали правильным в соответствии с требованиями в ревью проводить. Теперь, что проводить в ревью, на что обращать внимание. Значит, первое и самое важное – это семантика и выразительность. Я считаю, что код должен читаться просто и понятно. И основная задача ревью – это чтобы ваши коллеги, прочитав ваш код, поняли, что вы там имели в виду, как он должен работать. Посмотрели, если все понятно, если все читается, все здорово. Это и есть основная задача. То есть, по сути, это прочитать код вашего коллеги, который, может быть, где-то в силу какой-то ситуации написал не очень понятно. С его позиции все понятно, с позиции команды нет. И здесь очень важно, что выразительность и семантика оцениваются с позиции команды, а не произвольно взятого человека с улицы. Понятно, что есть предметная область, есть свои сокращения, есть свои термины. И если человек в команде понимает, все здорово. Если человек с улицы этого не понимает, это еще не проблема. Потому что написать такой код, который будет сразу отвечать на вопросы человека, не погруженного в предметную область, ну, на мой взгляд, просто невозможно. Поэтому семантика и выразительность – это смысл того, что вы делаете. По вашему коду должно быть понятно, что он должен делать, и, соответственно, должно быть понятно, если он этого не делает. То есть, если мы запускаем код, работаем, ожидаем одного поведения, другое, по факту получаем. Это должно между собой биться. Дальше. Те, кто понимает в алгоритмах и структурах данных, конечно, сразу могут видеть, где алгоритмы могли бы быть использованы, но не используются. Структуры данных могли бы быть использованы, но не используются. И в таких случаях могут просто дать совет, что возьмите готовую структуру данных и перепиши на нее. Не надо велосипедить. Несмотря на то, что кажется, что это встречается редко, очень часто на практике именно различные неверные реализации или реализации от себя всяких деревьев, списков и так далее, встречаются очень часто. Поэтому есть и устоявшаяся терминология в алгоритмах, которые можно использовать, и сами алгоритмы. Это тоже предмет review очень и очень важный. Дальше принципы архитектуры. Проведение архитектурных границ, зацепление, связанность, уровень зацепления, сила связи, все это оценивается и может быть оценено просто визуально по коду. Принципы. Понятно, Grasp и Solid, ежесними, ягни и тому подобное. Использовать их или нет, смотрим по ситуации. Опять же, это мнение лично одного человека не обязательно, чтобы прямо в 100% случаев вы бросались все исправлять. Но тем не менее, с позиции принципов как минимум зацепления и связанность лучше проверить. Потому что это комбинаторная сложность, это усложнение проекта в сопровождении и порой даже видимость какого-то поля с приватного на публичный и наоборот сильно усложняет количество комбинаторных связей. Поэтому с этой позиции имеет смысл посмотреть. Ну и, конечно, запахи и плохие практики. Это и магические константы, и неверное именование константы, и области видимости нарушения и так далее и тому подобное. То есть все, что вы считаете нужным, здесь можно привлекать. И, опять же, не всегда магическая констанция – это плохо. Не всегда область видимости глобальная – это плохо. Иногда это разумный компромисс на данном этапе развития проекта ввиду ограничения ресурсов. И вот теперь чего точно не надо делать. Это обратная сторона медали. Мы понимаем, что нужно делать, а теперь чего делать не надо. Самое первое – не надо придумывать проблем. Если вы видите код, вы его читаете, понимаете, не надо искать именно что-то, что написать в ревью. Есть люди, которые считают, что каждая сессия ревью должна оканчиваться замечаниями. Нет, не должна. Может заканчиваться просто согласием с тем, что код годен для перевода его в основную ветку. Не надо запускать и тестить код. Это тоже очень важно. Код мы только читаем. Ревью кода, не включая в себя проверку корректности, скорость его выполнения, компиляцию и так далее. Тесты – туда же. И никакого статического анализа. Я вообще считаю, что статический анализ должен выполняться средствами автоматизации, которые умеют разбить код, посмотреть частые проблемы, показать, какие соглашения в коде используются. Не надо, опять же, брать на себя обязанность статических анализаторов. Их сегодня достаточно много. Их нужно просто внедрить и использовать. И еще один важный пункт – это не перекладывать ответственность. За код, который попадает на ревью, несет ответственность разработчик. Если разработчик считает, что после ревью код принят в основную ветку, это никак не разделяет ответственность за этот код между ним и теми, кто проводил ревью. Вся ответственность всегда лежит на разработчике. Ревьюеры – это просто советчики, которые могут просто по-дружески посмотреть, оценить и со своей позиции своего опыта подсказать. Но вся ответственность за качество, корректность, скорость и так далее лежит на разработчике. Никакого перекладывания ответственности здесь нет. Не должен ревьюер думать, что сейчас я отправлю код на ревью, плохо его протестирую, плохо его оформлю, а там, если что, мне подскажут. А если не подскажут, значит, все нормально. Вот такого быть точно не должно. Но и самое важное – не надо тратить время впустую. Не надо, если разговор в ревью, в комментариях зашел в тупик, если один настаивает на изменения, другой настаивает, что все нормально, не надо на это все тратить время. Значит, разработчик единолично, в одностороннем порядке, принимает на себя и ответственность, и решение, принимать совет по коду или нет. При этом ревьюер, естественно, может поднять этот вопрос на любой планерке, да или кином, чем угодно, и сказать свое мнение. Но как только вы начинаете на одну тему тратить много комментариев, которые доказывают, что вы правы или нет, это сразу ветка должна блокироваться и выноситься на обсуждение. Никаких холиваров, никаких долгих обсуждений. Как правило, одно, максимум два комментария. Первый комментарий, показывающий проблему, второй комментарий, может быть, разъясняющим, если человек, который его прочитал, не понял. Дальше уже не надо разворачивать эти идеи. Ревью должны быть очень быстрыми. Буквально 5-10 минут, и все. И код либо уходит на доработку, либо впадает в основную ветку. Ну и теперь я хочу поговорить о примерах. Значит, пример кода, взятый из очень популярной библиотеки, это LibUV, асинхронная библиотека для работы с асинхронными задачами. И привести этот пример кода я хочу как пример того, кода, который, по сути, не надо ничего в нем трогать, не надо в нем ничего менять. То есть это тот случай, когда вы увидите код, он короткий, он понятный, он выразительный. И здесь, даже если вам очень хочется до чего-то докопаться, ну, на мой взгляд, уже будет лишним. Что я имею в виду? Смотрите, ну, здесь есть в первую очередь вполне себе четкое именование функции в соответствии с snake case. есть namespace UV, есть вполне себе читаемое и понятное название. Здесь есть применение, очевидно, двоичной кучи. Я это делаю, исходя из того, что у нас вот здесь берется минимальное значение, а вот здесь вот timer heap, это, скорее всего, из цикла, опять же, переводится в двоичную кучу. У нас получается дерево node, где самое первое дерево – это минимальное значение в куче, и это как бы обратное. То есть у нас куча обычно наоборот, с большего к меньшему, а здесь с меньшего к большим значениям разворачивается дерево. Опять же, находится node, проверяется, существует она или нет. Если не существует, цикл прерывается. Если существует, идем дальше, проверяем, не превышен ли timeout, который на эту обработку выделен, и дальше делается обработка. Все очень четко, все очень понятно, на мой взгляд, очень логично. Это, кстати, сила open-source. То есть в open-source как раз код в разы читаемее, чем в личных проектах. Теперь приведу пример другого кода. Этот код взят уже не из такого популярного репозитория, там буквально несколько звезд, и здесь у меня уже есть некоторые мысли. Ну, во-первых, слава богу, здесь тоже есть определенная структура в наименовании функции. Но здесь я не стал прямо детально разбираться, потому что вот в этой ситуации код, на мой взгляд, более сложнее. Если мы взяли предыдущую функцию, она и короче, и изящнее, и понятнее. И, может быть, сама по себе задача функции здесь сложнее. Но мое внимание здесь привлекло следующее. Здесь есть явно повторяющийся код, который просится на вынесение в макросы. И вот здесь я бы дал совет. Давайте либо уже используем имеющийся макрос перевода в секунды, и в, не знаю, это наносекунды, наверное. Потому что, ну, элементарно, количество нулей, которые мы пишем в этом числе, их достаточно много, визуально 5 нулей и 6 нулей отличить не так просто. И здесь было бы удобнее ввести макросы, которые будут делать это преобразование, и будут использоваться во всем проекте. И вот такое замечание я бы сюда сразу дал. Причем я не внедрялся глубоко в код проекта, я его просто прочитал, именно эту часть, эту функцию, не понимая ни предметной области, ни терминологии, но уже, видя просто по логике программы, вижу, что здесь происходит, и уже вижу определенные запахи, скажем так, и определенные отклонения от принципа единственной ответственности и, в общем-то, идеи переиспользования кода. Вот. И уже есть какое-то замечание. То есть, опять же, это замечание достаточно просто устраняется, оно может быть вынесено на обсуждение команды, потому что, ну, может быть, это только в этом единственном месте используются эти преобразования, и тогда действительно, может быть, не имеет смысла городить огород, хотя, на мой взгляд, имеет. И вот это уже как бы конкретное замечание, имеющее своим результатом либо доработку, либо отказ со стороны человека ответственного за код. Здесь, конечно, еще можно поискать негативные, скажем так, запахи, можно про константы поговорить, да, магические, опять же, надо-не надо, инициализация здесь тоже сделана не совсем, на мой взгляд, так как надо. Но, тем не менее, то есть можно уже в этом коде гораздо больше найти проблем, чем в предыдущем. И здесь мы видим явная, наглядная демонстрация того, что есть хороший код, который легко читается, его легко понимать, и он соответствует и структурам, и алгоритмам данным. Есть код чуть более плохой, я не скажу, что это плохой код, его тоже можно прочитать, но здесь уже есть моменты, где можно и ошибиться, и которые, ну, немножко режут глаз. Поэтому вот на этом уровне мы балансируем в ревью кода, мы ищем то, что с нашей точки зрения может повлечь за собой проблемы. И в этом смысле в ревью кода неплохо задавать себе вопрос, а что будет, если, да, что будет, если мы здесь, допустим, забудем написать нолик, а что будет, если у нас, например, там не выполнится какая-то функция, что будет, если мы уберем этот if, потому что количество if добавляет количество ветвления, это, опять же, сложность, и количество веток, которые нужно отслеживать, растет. То есть вот просто с позиции того, что если мы это уберем, что если мы это добавим, можно задавать вопросы в ревью. Комментарии в ответ могут быть как в стиле «да, этот случай учтем», так и в стиле «спасибо, я учту». Ну, то есть как бы результат может быть разным. Но мы как ревьюеры можем посмотреть просто именно с позиции другого угла зрения, мы можем посмотреть с позиции граничных значений, как себя поведет код на границах. Это тоже очень здорово, когда вы, в отличие от автора, можете увидеть какие-то пограничные случаи, которые могут не лечь на код. Недавно, кстати, в Твиттере я обсуждал, был у меня комментарий про то, что я люблю всякие красивые бинарные преобразования. Я, к сожалению, не помню точно код, но был код с бинарным преобразованием, показывающий количество дней в месяце. И там была ошибка, то есть я сразу, глядя на значение, ну, не помню, ладно, не буду приводить сейчас код, память не помню, но там, глядя сразу на значение, я понимаю, что где-то это значение, понимая принцип этого перевода, не должно быть там слишком, там было несколько подряд идущих дублей в этом значении, этих дублей быть не должно, исходя из принципа построения этого выражения. И я сразу хлоп, начал проверять, и действительно эти дубли давали ошибку для августа и для сентября. Это просто на уровне понимания алгоритма. Мне дали вот буквально одну строчку, я ее посмотрел, и я чувствую, что в ней ошибка. Начал проверять, и она там действительно есть. И вот это вот ощущение, вот это ощущение, оно вырабатывается как раз в ревью кода. Кому интересно, зайдите у меня в Твиттер, это вот буквально было на этой неделе, вы можете найти комментарий, там был про то, что я люблю до сих пор вид ассемблера в дебагере, и вот к нему были разные комментарии, среди них был и этот. Ну, на этом все, спасибо, что слушали, с вами был Сойер, до свидания.